Ну а теперь внимание водителей. Схему объезда возле культурно-исторического центра, где сейчас ведутся работы по демонтажу виадука и подпорной стены, скорректировали. Об этом сегодня сообщили в мэрии. Изменения начнут действовать уже этой ночью, а вот в чем они заключаются, расскажет Олеся Рожкова. Она на прямой связи со студией. Олеся, ждем подробности. Продолжение следует. Также будет здесь односторонним. И устанавливать соответствующие знаки начнут уже сегодня ночью. Также в департаменте горхозяйства обещали, что дежурить дорожные полицейские будут завтра с утра, чтобы направлять водителей. И никто не запутался. В департаменте горхозяйства говорят, что это вынужденная мера. Так они пытаются разгрузить улицу Парижской коммуны, которая оказалась загружена из-за демонтажа виадука на БКЗ. Так как весь транспорт сейчас, который пытается попасть на Карломакс, идет именно по улице Парижской коммуны. А так она разгрузится. Эта схема, если не будет каких-то других изменений, будет действовать до окончания работ по демонтажу. А это, я напомню, минимум две недели. А максимальный срок, который назывался, это 20 дней. Виктория. Олеся, спасибо. Это была наша корреспондент Олеся Рожкова с информацией о том, как же изменилась схема у Культурно-исторического центра. Если не запомнили, у нас на сайте trk7.ru можете освежить информацию.